Всем привет, с вами Джамбо Макс, и в этом видео вы узнаете, сколько я потратил денег на игры в 2018 году. Просто играв в RDR 2, я задался вопросом, а сколько я потратил вообще денег за 2018 год, а именно за игры? И такой, блин, почему бы не записать об этом видос? Ведь многим интересно, сколько выходит за год содержание Xbox. В этом году я поиграл в достаточное количество новинок, я был всегда с голодподпиской и опробовал все эксклюзивы Microsoft. Это так, к сведению. Список своих приобретений буду смотреть исключительно через сайт Microsoft, там есть прям журнал покупок. Поэтому, если хотите, тоже гляньте и напишите в комментариях, сколько вы потратили денег на игры за 2018 год. Ну, давайте приступим. Где-то здесь, короче, должен быть журнал покупок. Вот, журнал заказов, отлично. Откроем журнал заказов, и чтобы он нам все это показал за последний год. Так, ну, в общем, вот у нас журнал заказов. И давайте отмотаем в начало. Так как сегодня 5 декабря, он будет показывать еще с учетом декабря 2017 года. Но мы вычтем, если что. Итак, первую игру, которую я купил в 2018 году, мы будем считать A Way Out. Она стоила 1800 рублей. Давайте я сразу буду вбивать. Да, 1800 рублей на покупку A Way Out. Я буду учитывать ее в 2018 году, потому что она вышла в 2018 году, а в 2017 я просто брал на нее предзаказ. Итак, дальше я купил PUBG. Вот, кстати, PUBG я не буду учитывать, поскольку игра вышла в 2017 году, поэтому мы его не будем учитывать. Далее мне прислали, видимо, какие-то призы за какой-либо просмотр. Потом в этом году я купил за 1050 рублей Conviction. Splinter Cell, это плюс 250 рублей, он, видимо, продавался по скидке. И в феврале, как положено, я оформил подписку за 3600, то есть официальная цена, без скидки и так далее. В следующем году тоже ее нужно обязательно оформить. Так, плюс 3600 у нас получается. Окей. Идем дальше. Я купил Club Duty, вторую мировую, видимо, тоже со скидкой, потому что она стоит 2600. Хорошо, прибавляем к общей стоимости. Так, вот это мы не учитываем, поскольку я покупал в подарок кому-то, поэтому мы не будем учитывать. Так, подписка на месяц я оформлял один раз, и Access окей. Потом бесплатно опробовал Xbox Game Pass. Хорошо, ничего не будем прибавлять. Потом SEO в SIS пришел подарок. Опять оформил подписку за 1050 рублей. Плюс 30 рублей за подписку Xbox Game Pass. Так, вот это мы тоже не учитываем, потому что это открытое бета-тестирование. Кстати, вот эту вот игруху Outer Wheels давали за просмотр, по-моему, E3. Да, за E3. Ее до сих пор, короче, не запустили. Игра просто недоступна. Зачем ее добавляли как подарок, пока еще непонятно. Так, эксклюзивный у Microsoft Skin. Так, вот это мы не учитываем, не учитываем. Это все подарки, подарки, подарки. И опять мы брали еще раз подписку за 30 рублей. Окей. Все, Vigor бета. Это точно, по-моему, да, в июне, после E3 была, она мне прилетела. Так, и после я купил Just Cause 3. Это плюс 380 рублей. Плюс 380 рублей. Не буду учитывать всякие копейки, просто кругляем. Далее, опять Xbox Game Pass за 60 рублей. Кстати, за Xbox Game Pass я, по-моему, никогда не покупал за 600 рублей. Серьезно, всегда ловил скидки, потому что те игры, которые там есть, мне не особо нужны. И я покупал подписку исключительно ради эксклюзивов Microsoft. Ладно, идем дальше. Да, 23 августа, это уже ближе к сентябрю, я купил Наруто, Тубаруто и Шиноби Страйкер. Блин, клевая игра, на самом деле. Мне она очень зашла. Я на нее потратил 4600. Джин, отлично. Далее, я за 300 рублей оформил подписку. EA Access поможет третий раз за год. Я купил Cloud Duty, предзаказал. Но почему-то я отменил. Я сначала, короче, поиграл в эту. Она мне понравилась, но я думал, покупать ее или нет. А потом, видимо, я все-таки купил. Да, вот. Все же, плюс 4000 мы прибавляем. Далее у нас опять подарки за какую-то трансляцию. Опять EA Access у нас плюс 300 рублей. Так, вот это мы не учитываем, потому что это был тоже в подарок кому-то. И еще в этом году я купил RDR2 за 4500. Купал в специальное издание. Я так и не понял, чем оно отличается, но я купил специальное издание. Такое бывает тоже. И в итоге в общей сумме у нас получилось 22950 рублей. Если округлить, 23 тысячи за год я потратил на игры Xbox One. Хочу отметить, что данная сумма вышла только с учетом игр. И подписок, всякие аксуары, геймпады в эту сумму не входит. Потому что это было бы намного больше. И знаете, на мой взгляд, сумма вышла не такая уж большая. И в то же время и не маленькая. Учитывая, что я покупал игры за год. И если учитывать то, что я не покупал все подряд, а исключительно то, что я хотел поиграть. Если бы я покупал все подряд, то это вышло по-любому больше 50 тысяч. Ну, в общем, как-то так. На этом у меня все. Обязательно поставь лайк, если понравился видос. Подпишись на канал, чтобы быть в курсе следующих видео. А также не забудь написать свою сумму, которую ты потратил на игры Xbox One в 2018 году. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч.